В своей непростой профессии Олег Фомин уже более 33 лет. Отслужил в армии, решил исполнить мамину мечту. И не прогадал. Путь от интерна до звания заслуженного врача Российской Федерации прошел в родном Курске. А его научные работы пользуются спросом у студентов Курского медицинского университета. Как можно заслужить авторитет в рабочем коллективе? Работать. Не бояться ничего, браться за любую работу. И она вас загородит. Когда человек выживает у нас, когда мы его переводим в отделение, вот это счастье. Найти подход к маленьким пациентам бывает непросто. Но сказки Маргариты Андреевны располагают к себе даже самых капрезных ребятишек. Уже 27 лет врач-педиатр дарит малышам самый ценный подарок – здоровье. Ее кабинет часто возвращаются пациенты, но уже в статусе родителей. Ведь знают, Антонова вылечит всех. Мы с удовольствием лечимся у Маргариты Андреевны. Приходим к ней на прием, когда нас беспокоят какие-то жалобы. Всегда назначается очень грамотное лечение, которое очень быстро приносит благоприятные результаты. Я очень люблю свою работу. Дети, они, как правило, все выздоравливают. Они позитивные, они дают очень много энергии, они дают много эмоций. И поэтому педиатры всегда все, наверное, очень счастливые люди. Работу Маргариты Андреевны уже отмечали региональными наградами, в том числе и медалью имени Николая Сергеевича Короткова. Для больницы на самом деле имеет огромное значение, когда такие грамотные, квалифицированные специалисты работают в штачьи учреждения. Они всегда оказываются консультантами, наставниками для молодого поколения. А также особое значение именно для этих коллег имеет то, что они весь профессиональный путь свой прошли в данной медицинской организации. Заслуженный врач Российской Федерации. Высшее звание, которое подчеркивает неоценимый вклад медиков в здоровье населения. Екатерина Илюхина, Геннадий Воробьев. События дня.